Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Все думал, как бы сегодняшнее видео красиво начать. Но что-то ничего в голову не приходит, поэтому начну сразу по сути. В ютубе есть множество роликов, где показывается, как правильно обрезать весной плодовые деревья. Каких-то садоводов эти ролики чему-то учат, они начинают понимать. Каких-то, к сожалению, нет. Такой садовод берет в руки секатор, подходит к своему дереву и попадает в растерянность. Вроде только что смотрел, вроде все было понятно. А подойдя к своему дереву, он не понимает, что нужно обрезать, а что нужно оставлять. Скорее всего, это происходит потому, что он пытался запомнить конкретно вот эту ветку режем, а эту не режем. На самом деле, нужно запоминать не ветки, какие нужно обрезать, а нужно понять сам принцип. Нужно понять три основных правила. На мой взгляд, их действительно три. Все остальное нюансы. Они важны, но это нюансы. Три основных правила обрезки плодовых деревьев. Вот об этом сегодня подробно и поговорим. Итак, правило первое. Изучите и разберитесь, как выглядят цветочные почки на тех деревьях, которые вы собираетесь обрезать. Ведь каждая цветочная почка, это фактически будущий плод, будущий урожай. Так вот, не лишайте себя сами этого урожая своими собственными руками. Не срезайте лишнее. А выглядят эти цветочные почки на разных деревьях, породах деревьев. Естественно, по-разному. Ну вот, скажем, яблоня. Цветочные почки могут быть на коротких ножках, на более длинных ножках, на совсем длинных ножках. Они, каждая, имеют свое название. Не об этом сейчас разговор. Вы должны знать, что вот эта серая, округлая, крупная почка на яблоне, это почка цветочная. Вы должны четко различать почку вегетативную ростовую, из которой пойдет новая ветка расти, и та почка, которая будет свести, и на которой образуется плод, в конце концов. Правило второе. Прореживайте крону. Удаляйте все ветки, которые растут внутрь кроны, и которые ее загущают. Для чего это нужно? Ну, во-первых, густая крона, это всегда то место, где плохо продувается ветром, где всегда скапливается влага, где всегда отличные условия для развития каких-то болезней. И, в принципе, и даже вредителей. Но в сильно загущенной кроне, те ветки, на которые попадает менее 30% солнечного света, фактически не закладывается цветочных почек. Вот дерево. Сейчас кто-то скажет запущенный сад. Это не мой сад. У меня саженцы маленькие. Это соседское дерево. Для иллюстрации я всегда его снимаю. Вы видите, сколько веток. Представляете, сколько летом здесь листвы. Вот это то, что внутри, фактически солнцем не освещено. Там никаких плодов нет. Все плодоношение, фактически, у этой яблони уже сместилось на периферию. Только на концах вот этих наружных веток яблоки, кстати, довольно вкусные. А вот здесь внутри ничего нет. Поэтому обязательно удаляйте все ветки, растущие внутрь кроны. Ну и, наконец, правило третье. Тоже на той же яблони, но немного с другого ракурса. Удерживайте плодовые деревья на удобной для вас высоте. Вот расстояние вытянутой руки. Ну сколько? Ну 2,20. Ну максимум 2,50. Я недавно где-то 3 метра сказал в своем видео. 3 метра это многовато. Если у вас плодовое дерево 3-х метровой высоты, уже надо использовать какие-то вспомогательные вещи, типа стремянок, лестниц, каких-то столов, стульев, чтобы ухаживать за этим деревом, чтобы снимать с него в конце концов урожай. Это яблоня, ну метров 5, наверное, если не больше. При том, что я сказал, плодоношение уже все на периферии, вот там наверху где-то. Снять урожай невозможно. Обработать ее от болезни, от вредителей невозможно. Струя обычного опрыскивателя туда не достанет. Обрезать ее тоже невозможно. Ну только радикальная какая-то обрезка поможет, спиливание половины ствола. Поэтому удерживайте на нужной вам высоте, чтобы за деревом можно было хорошо и удобно ухаживать. И вот последние два правила. Прореженная крона и невысокий размер и приводит меня к формировке вот таких вот деревьев плодовых в виде чаши. Ну, это абрикос, примерная чаша, назовем это так. Она мне досталась по наследству. Полностью открытая середина, отличное освещение веток со всех сторон и невысокий размер. Вот фактически, сейчас я начну обрезать, на уровне поднятой руки. Прекрасное растение, прекрасное дерево. Ну, правда, вкусы у нас у всех разные. Кому-то, возможно, нравятся высокие, старые деревья. Для них не урожай важен, а именно какой-то силуэт деревьев. Вполне может быть. Ну, а если вы хотите все-таки получать урожай от ваших плодовых деревьев, то вот, на мой взгляд, это оптимально. Ну, а теперь о нюансах. Конечно, существует множество нюансов и тонкостей при обрезке плодовых деревьев. И они тоже важны. Нужно знать, что использовать стоит только острый инструмент и обязательно продезинфицированный. Что существует три вида обрезки. На почку, на кольцо, на боковой побег. Так, что существует закон соподчинения ветвей. Что обязательно нужно удалять побеги конкуренты. Все это нужно знать. Обязательно имейте в виду, не стоит сильно обрезать дерево. Радикальная обрезка, как правило, вызывает бурный рост побегов. И таким образом вы себе создаете лишнюю работу, дополнительную работу, вот в этом будущем сезоне. Имейте все это в виду. На мой взгляд, все-таки, три основных правила, которые я вам сегодня назвал, они, по большому счету, самые важные. Напомню, научитесь различать вегетативную почку, из которой вырастет побег, и цветочную почку, из которой образуется плод, в конце концов. Прореживайте крону, чтобы она хорошо освещалась солнцем. Чтобы урожай хорошо вызревал, и летом закладывались почки будущего года цветочные. И удерживайте ваше плодовое дерево на нужной высоте. Вот эти три правила, я думаю, даст возможность любому садоводу взять в руки секатор, подойти к своему плодовому дереву и правильно его обрезать. У меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на мою страничку на фейсбуке САД Ежедневный Уход. Хорошего вам сезона и хорошего урожая ваших плодовых деревьев. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok